Так, ну что, привет громада, привет всем, кто дывается видео. В маске сегодня я не случайно и начинаю свое видео в детском классе. Я тоже не случайно, потому что сегодня будет обзор именно на том месте, откуда, наверное, каждый гражданин Украины, каждый житель Новобскова, каждый житель громады, начиная свой путь. Вот, в садике, конечно, я побываю чуть позже, я думаю, что мы туда тоже пригласят, тоже мы покажем садик. Так вот, в сегодняшнем видео я вам покажу школу, я вам покажу нашу школу, почему? Потому что, ну, во-первых, люди пошли на, скажи, навстречу, люди пошли навстречу, и, ну, я бы пригласил, чтобы я показал школу, рассказал, как, хорошо, нехорошо, показал определенные кабинеты, определенные плюсы, определенные минусы, хотя здесь я их встретил мало, побачив самых минусов, я действительно мало. Вот, поэтому что, сейчас мы начнем с вам экскурсию, я вам сейчас буду показывать в школу, где я вырос, что тут изменилось. Если честно, я очень сильно удивлен и удивлен хорошую сторону. Удивлен, мне очень прям, ну, тут очень понравилось. Поэтому, что, наверное, пойдем вместе, я думаю, что жители громады будут тоже приятно удивлены, но, но, так как я, ну, я не живу здесь, я не бываю в школе каждый день, я давно уже не учащийся, вот, возможно, как от человека, который не особо разбирается, да, в определенных вещах, от меня что-то скрыли, и, может, кто тут учится, учащийся, или родители учащихся, вы знаете другую сторону медали, вот, реверс, ну, так сказать, сторону медали. Поэтому вы обязательно можете написать в комментариях, в комментариях желательно в Ютубе, а не в Фейсбуке. Ну, в принципе, что, пойдемте с вами вместе гулять. Видео будет, наверное, минут 15, поэтому, ну, лучше посмотрите его до конца, я думаю, что вам будет интересно. Вот, поэтому погнали. Так, ну, заходим мы сначала, конечно, в этот кабинет. Что нам показалось, что, получается, это детский, детский кабинет. Вот, вот, тут учатся учащиеся, ну, первочки, первый, второй класс, маленькие. Что мне очень-очень сильно понравилось. Во-первых, все очень красиво. Во-вторых, очень много разных обучающих штучек. Цей новый день, разделовье знаков. Ну, все, все очень весело, ну, как-то так, хорошо украшено. Красиво, хорошо, по-детски, действительно. Есть разные свои, вот такие вот приколюшечки, так сказать. Ну, то есть, вот, тут у нас получается, что, тут у нас скакалочки. Ну, вот, очень-очень много вот такого разного позитивных вещей. Самое главное, что мне очень понравилось, я сейчас еще вам покажу. В старших классах это умная доска. То есть, теперь первочкам можно приходить, написать этот мелом, а писать на этой доске пальцами или как, я особо с ней еще не познакомился. Ну, думаю, что колысь познакомлюсь. Вот, стоит вот такой вот проектор, профинансировано, все сделано, все красиво, все круто. Занавесочки, отлично, просто мне очень понравилось. С тем, скажите, с тем сравнением, когда я учился, и что сейчас. Это вообще небо и земля, конечно. Финансирование идет, директор школы сказал, что, ну, действительно, он всем доволен. Вот так вот, мне кажется, красивее. Вот, мне кажется, что он всем доволен, ему все нравится. Ну, то есть, финансированный действительно идет. И что-что, школы не обделяют. Есть много плюсов, которые я вам расскажу дальше. В общем, тут детские игрушки. Ну, в общем, все-все есть, все классно, все круто. Вот так вот. Так вот выглядят для первочков. Мне кажется, это самое важное. Новые парты красивые, собранные. Ну, в общем, пойдемте дальше. Так, мы поднялись на второй этаж. Возьми, он показывает второй этаж. Получается, что? Тут в школе стоит датчик температуры. Датчик температуры, как мне объяснил Денис Сергеевич, директор, можно регулировать температуру и просматривать, какая температура в школе в интернете, через интернет. То есть, полностью люди, громада, по-моему, полностью контролирует температурный режим в школе. Если это правда, Денис Сергеевич сказал, что на этот год добились уже полностью, ну, на этот зимний, что был, добились полностью, что в школах, в классах было 20 градусов тепла в каждом классе. То есть, это очень круто. Это одно из самых позитивных на первый взгляд. Самое позитивное, это температура, то есть, что должно быть в школе тепло. Это самое главное. Вот, я считаю, что это самое, на что надо обратить внимание. Еще, надо обратить внимание на полы. И полы эти надо уже менять. Им уже тысяч уходил, они уже прахнули, их миллиард раскрасил, и тут это кислые краски. Но директор сказал, что он, директор школы нас убедил, то, что выделили 40 миллионов гривен на полностью все объемлющий капитальный ремонт школы. То есть, будут меняться полы, будут краситься потолки, будут меняться классы, старшие классы полностью, парты, ремонт. В общем, будет делаться огромный капитальный ремонт. Сейчас я вам покажу туалет. Это же тоже немаловажное, тем более из последних роликов. Вот такие у нас теперь туалеты в школе. Честно, вот, когда смотришь, привет, когда смотришь на такие туалеты, когда смотришь на, вот, если бы вся школа была вот такого уровня, вот такого уровня ремонт, блин, брала бы гордость, действительно. Тут все очень круто, все очень классно. Сейчас я вам на третьем этаже покажу. Там я специально не выключал, там есть сушилка, которая сушит руки. И она далеко, но она просто выключена, здесь просто выключена. Немного покажу полностью, чтобы вы понимали, вся вода на сенсоре. В общем, пойдем дальше. Ну что, получается, я в старшем классе. Старший класс. Я тут учился география. У нас тут была. С тех времен, что поменялось? С тех времен поменялся пол. Сейчас он вот так вот выглядит. Да, я не скажу, что это супер круто. Тут положили плитку. Но новый линолеум, по якому приятно ходить. Він чистенький, опрятный, неизношенный. Поэтому, ну, в принципе, хорошо. Что, новые партии, насколько я понимаю. Потому что у нас было, когда я учился, был ужас. Жахиття. Просто смерть. Это мерзость была. Просто. Вот. Был ужас. Тихий ужас. Вот такой слой краски. Ну, мы отмивали эти партии от жвачек, от краски. На них все писали. Ну, просто ужас. Сейчас хорошие, хорошие, чистенькие, красивенькие парты. Так, ну и что? Сейчас мы идем на третий этаж. Там я вам покажу туалеты. И покажу... О! Немаловажно. Самое... Очень немаловажное. Я вам хотел это действительно показать. Короче. Что я тут побачу? Получается. Очень классно. Очень продуманно. И, блин, ну, это прям здоровый, такой здоровый-здоровый плюс. То, что это есть у нас в школах. И не то, что плюс именно для школы, да. Ну, понятно, что это заслуга школы, заслуга руководства. Я имею в виду, это плюс для молодежи, которая учится в нашей школе. Почему? Потому что наша молодежь привыкает к раздельному выбросу мусора. Для пластика, для бумаги. Ну, и я так понимаю, что это смешанный, смешанный, короче, мусор. Это очень круто. На каждом этаже, возле входов, возле ступенек, возле лестниц стоят такие мусоры. Мусорные баки. Это очень круто. И на улице, на улице, вот там вот получается. А, ну вы, наверное, не увидите. Вот там вот на улице стоит мусор тоже, который выносят с этих баков. Выносят туда, там раздельный для пластика, для всего. Вот это вот, вот я поднимаюсь на третий этаж, и что мы видим, опять мусорные баки. В общем, за это лайк, за это мой личный респект. Классно, красиво, молодцы. Получается, разбийник решил зайти в туалет. То, что я вам и хотел показать. Это, если я не ошибаюсь, женский туалет. Так что, девчата, если что, не сором тось. Да, женский. В общем, женский, очень классный, прекрасный туалет. Классный, прекрасный, действительно. Сделано все. Сделано все хорошо, все качественно, прикольно, красиво. Что у нас по водичке? Водичка есть. Водичка есть. Здесь мыло. Ну, понятно, что сейчас летний сезон. Понятно, что здесь никого сейчас в целом нету. И немае смысла. Ну, в общем, сделайте, пожалуйста, такие же туалеты. Школа, научите жить в нашу больницу, пожалуйста. Чтобы не только в школе это было, но и в больнице тоже. И то, что мне понравилось. Помыли руки. Сюда. И самое важное, так, я обещал, что я выключу. И самое важное, то, что это совершенно, ну, это не вот та вот дешевая штука, которая может стоять в каждом там кафе или еще где-то. Она действительно дует классно, прямо как в Макдональдсе. В Макдональдсе дует классно, Макдональдсу респект. Ну, и нашей школе тоже, потому что опять мусор. Классно, на каждом шагу есть куда выбросить мусор. Классно, респект, вообще обнимаю просто. Вы, блин, выполняете прям, исполняете мою мечту. Что, это у нас тоже туалет хорошего уровня. Я так понимаю, что это для людей с ограниченными возможностями. Вот. Вот, тоже есть сушилка. Ну, и здесь, конечно, для бойлер. Бойлер стоит для горячей воды, чтобы руки мыли зимой в горячей воде, а не в холодной. Вот, поэтому респект. Классно, красиво. Ну, тут тоже туалет. Классно, все чистенько, все новенькое. В прошлом году сделали этот ремонт. И, ну, по-моему, он еще, типа, не запачкан. Ну, все классно, все красиво. Пойдемте. Что немаловажно, я вот только что проходаю и сам остановился. Почитал вот это вот, что здесь написано. В общем, немаловажно, что лежат такие стенды. Они объясняют, что такое буллинг. Это агрессивное поведение одного или группы, там, подростков против относительно другого, да, человека. Информация для родителей. То есть, ну, вот классная штука, что такая есть. Спасибо тоже детям на это надо обращать внимание, читать. В общем, классно. Все, в нашей школе достаточно, с того момента, когда и я учился, и сейчас. Достаточно все очень красиво. Единственное, что мне не нравится в коридорах, особенно в узких, там, коридорах, убирайте вот этот салдеп, пожалуйста. Ну, это просто, это ужас. Это уже, типа, ну, куда они, в какие ворота не лезет. Не лезет. А он, кстати, Wi-Fi. Вот там он есть Wi-Fi. Вот. Вообще, на яке ворота уцены Лизы, Денис Рейс сказал, что будет ремонт капитальный. Поэтому мы на него надеемся и думаем, что в следующем году будет все намного круче. Опять мусорные балки. Опять респект. Ну, и дошло наше путешествие до спортзала и столовой. Единственное, наверное, одно из самых важных, это столовая. Я уже там был, ничего там нового не изменилось. Но, как бы, вроде обещают, что очень много чего добавится. Итак, что мне понравилось? Мне понравилось, что было, тут был просто ад раньше, все это знают. Сейчас красиво, все хорошо. И водичка, сенсорная вода. Классно. Можно помыть руки. Водичка всегда теплая. Влезет фонари. В общем, классно, красиво. Вот. В столовую. В столовая немного поменялась. Сказал, что ей будут полностью проделывать. Абсолютно все полностью переделывать. Единственное, за финансирование, яке уже было. Купилы новое оборудование. Я не особо в нем разбираюсь. Но купилы новое оборудование. Вот. Еще даже не поздирали наклеечки. Это какие-то духовики, духовики, пинки. Я так понимаю, что это сковородки какие-то. Ну, вот такое вот, такое все. Купилы еще, получается, посудомоечную машину. Купилы вот такую вот систему. Не знаю, для чего она приспосабливается. Для чего она нужна. Но она нова. Поэтому. Ну, я думаю, что поварам это больше. Понять мне не особо понять. Единственное, что, опять же, таки. Убирайте, пожалуйста, вот этот солдар. Но это никакие ворота сюда не лезет вообще. Но если будет ремонт, нам пообещали ремонт. Поэтому давайте так. Мы сюда через год, в следующий литр, прыгнем. И если вот это будет все на месте, будет а-та-та. Вы обещали ремонт. Ну, я не знаю, как по поводу вот этого. Но ванну надо убирать точно. Ванну надо убирать. Потому что это не то. И висит вот сколько? Раз, два, три, четыре, пять новых бойлеров. Классно. Хорошая, теплая вода будет. Означально. Вот. И если вы тут начнете изменить, я буду это-та. Не, ну, нам пообещали ремонт, будет ремонт. Все, пойдем в спортзал. В спортзал. Единственное, опять, что мне очень сильно не нравится, это внешний вид. Вообще сильно мне не нравится. Но так как нам пообещали ремонт, я ничего не могу сказать. Так бы, на данный момент, да, тут есть за что, как бы, за что вычитать людей. В целом. Но в целом, вообще, если сказали, что будет ремонт, будет ремонт, это класс. Классно. Я скажу лично свое мнение, больше позитивных изменений, чем негативных. Намного больше. Просто школа преобразилась. Вот. Это у нас женская раздевалка. Есть вытяжка. Хороший свежий воздух. Это классно. Что есть у нас? Душ. Есть душ. Это, если, допустим, люди ходят на секцию, понятно, что, ну, когда учебный процесс идет, между уроками никто не будет купаться, после физкультуры. Но, если человек ходит на тренировку, я думаю, что это очень полезно. Что у нас здесь? У нас здесь есть туалет. Все хорошо, все цивильно, все в масочках, мыло, мыло есть, водички немае, но понятно, что она будет. Я надеюсь. Вот. Плыточка лежит. В общем, все горненько. Все, выключаем свет и дым-дым. Ну, в мужской раздевалке тоже самое. Вот этот саптеп надо убрать, вот это вот все менять. Но, в целом, очень классно и красиво. То же самое все у мужчин, у парней. Ну, и сам спортзал, душа, наверное, душа школы, спортивная душа. Так как я сам, сам люблю спорт, это для меня одно из самых важных. То, что раньше было, тоже все поменяли. Если я не ошибаюсь, тут были просто, скажите, тут были просто доски. Если не ошибаюсь, я не помню, потому что я очень долго учился, давно точнее. Тут были просто доски, было убожество. Сейчас все намного лучше. Директор сказал, что сделали освещение, добавили вот там вот освещение, очень дорогое, очень крутое. И тут их получается раз, два, три, четыре, пять. Пять на одной стороне, то есть 10 штук, 10 вот таких ламп освещения вечером могут заниматься. Люди, ну, в общем, спокойно могут заниматься спортом. Маты, а для меня, как для любителей матов, ну, в смысле, на которые можно падать. В общем, много матов классно, маты есть классно. Футбольный, баскетбольный мяч, но я так понимаю, что инвентарь, наверное, весь спортивный лежит вот в том таинственном кабинете. В принципе, все, что, баскетбольный мяч мы можем сейчас украсть, никто нам на что расскажет. Гроши выделяю, ведь нехай будет. Все. Хороший мяч, классно. Ну, вот такой вот спортивный инвентарь. Как директор школы сказал, всего очень хватает, потому что он сам любит спорт, занимается, ему, в принципе, все достаточно хватает. Ну, в общем, вот такой вот комплементарный, наверное, ролик вышел, но, честно, есть за что похвалить. Если не вдаваться, я не буду вдаваться, там, сколько на это денег выделили, выделили их правильно, там, неправильно, потратили все, не потратили все, украли, не украли, я не хочу в этом разбираться, я просто бачу, бачу, что, вот, я говорю, так, чисто визуально, визуально составляющие, вот, по мне, визуально красиво и хорошо. В принципе, что, наверное, будем заканчивать этот ролик, но, сейчас еще расскажу свой вопрос. Что обязательно нужно показать, я считаю, во-первых, добавили видеонаблюдение, вон, и Wi-Fi, вон, сделала международная организация ЮНИСЕФ, если я не ошибаюсь, с софинансированием громады, ну, там, всегда так, по тендерам, по-моему, вот, вот, пандус полностью для людей с ограниченными возможностями, которые могут подниматься спокойненько в школу, вот, ну, там, по правилам так надо, чтобы не только международная компания, точнее, международная организация финансировала, но еще добавляли денежки нашей местной власти. Так вот, вот тот самый туалет, этот туалет больше направлен на людей с ограниченными возможностями, и, ну, это круто, потому что люди с разными возможностями, да, могут у нас, как бы, комфортно жить, комфортно учиться, это очень круто, и вот это очень хорошо, за это тоже большой респект, потому что уделяется внимание не только определенной категории людей, но и всем в целом, вот он Wi-Fi, который работает для учителей, в общем, классно. Единственное, да, ну, очень сильно мне не нравится вот это вот все, вот это вот софтеповская вот эта вот ерунда, но если это будет меняться, это будет круто. Все мало важно, надо еще добавить, раньше вот это было поле, там, мы играли в футбол, его сделали, то есть, сам газон не сделали, потому что его не сделаешь, его надо только полностью менять, но, как бы, доски вставили, чтобы не вылетали мячи, потому что раньше с этим был ужас просто, мы всегда играли, всегда бегали за цими мячами, сделали футбольное поле, сделали тренажерный, тренажерный майданчик такой, вот, что еще, убрали тут ворота, тут раньше было поле занятьбанное, его убрали и правильно сделали, и сделали еще один тренажерный майданчик, в общем, за это респект, то, что развивается спорт, мы сегодня сами пойдем играть на баскетбольные площадку, потому что в Новопскове такого уровня площадки немае, действительно, она сделана очень хорошо, есть освещение, можно спокойно играть до 11 часов, спокойно берешь ключ у охранника, без никаких пытаний, тебе даются и ключик, и вы играете, занимаетесь нормальными делами, а не просыживаете время в баре или еще где-то. Есть, получается, раздельный мусор, куда, ну, мусор выбрасывают со школы, это за это респект, за то, что, именно за то, что люди и уже молодежь привыкают выбрасывать мусор отдельно, стекло отдельно, бумагу отдельно, пластик отдельно и так далее. Ну, и последнее, что хочется сказать, то, что директор школы сказал, что еще им выделили и купили профессиональную газонокосилку, вот, поэтому, ну, я так понимаю, что тут сейчас они только начинают косыть, вот, но он уже покошено, красиво, хорошо, ухожено. Вот на такую школу хочется дивиться, только, пожалуйста, внешне и внутренне еще сделайте, если действительно выделили 40 миллионов гривен на ремонт, на капитальный ремонт школы, то это супер круто. Сделайте внешне, сделайте внутренне и цены вам не будет, будем вас относить на руках. Все, спасибо.